МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Игнатьев изучал, есть ли на прилавках местных магазинов Чувашские продукты. Мы должны оставаться патриотами. Кроме того, наша продукция более качественная, подчеркнул глава Республики. Вопросы благоустройства детских садов и площадок заводской части города, которые так волнуют местных жителей, должны решиться в ближайшее время. На сегодняшний день вопросы сегодняшнего, завтрашнего дня, они решаются. Вы сами видели, вот сейчас проехали по дороге Северной, да, половина дороги отремонтирована, половина еще не отремонтирована. Деньги, финансовые средства на это выделены, патриотные организации определены, и в ближайшее время все это будет завершено. В прошлом году, когда, потому что я был в поселке Северный, жители возмущались, что плохие дороги. Значит, этот вопрос закрываем. По вывозке мусора, по другим вопросам, тоже вопрос разрешается. Какие еще проблемы есть у жителей Заволжья и смогли ли их решить за один день, смотрите в программе «Республика» завтра. Сегодня министр внутренних дел Чувашии Сергей Семенов провел брифинг, где доложил об основных результатах деятельности органов внутренних дел за первое полугодие этого года. За сухой отчетностью ежедневный напряженный труд полицейских безопасность жителей в городах и районах порядок на дорогах. Правонарушений немало, но ни одной из них не остается без внимания. На 1 июля по полугодию органам внутренних дел поступило 148 038 заявлений и сообщений о различных правонарушениях. Это несколько больше, а конкретно на 3,5% чем за предыдущий период. Но возбуждено уголовных дел на 12,6% меньше, чем также за аналогичный период. Сергей Семенов сообщил о борьбе с экстремистами в интернете, рассказал об уменьшении количества ДТП, повышении раскрываемости убийств, а также о снижении нетрезвой преступности. Всего по республике зарегистрировано 52 убийства, либо покушения на убийства. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период. Они совершаются в сфере семейно-бытовых отношений, как правило, подчеркиваю. Но бывают и при нарушениях общественного порядка непосредственно. Увеличение количества мигрантов создает определенные риски, но в полиции знают, как с этим бороться. Не далее, чем буквально неделю-две назад органами внутренних дел, полиции, была установлена, задержана и сегодня проводится документирование организованной преступной группы, промышляющей бесконтактным распространением наркотиков на территории республики. Установлено несколько десятков таких фактов распространения. То есть дело будет достаточно громкое и резонансное в этой части. Кроме этого, выявлялись организованные преступные группы, совершаемые не жителями республики, в соседних республиках, которые на нашей территории распространяли наркотики. Изменения в структуре министерства дали хороший результат. Важно, чтобы и в обществе понимали, что работа по сохранению порядка должна идти совместно. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика. Но вот, видимо, пока еще не все осознали, что порядок – это не только полицейский патруль. Печальная новость для всех любителей прогуляться в дориспарке. Управление ЖКХ и благоустройство столицы республики решило больше не устанавливать в этом парке контейнеры с цветами. И все это из-за вандалов. Они устроили бесчинство в разгар дня и при свидетелях. Клумбы в форме коров, урны и цветы пострадали от рук вандалов в дориспарке, а также в сквере напротив ДК тракторостроителей возле детского медицинского центра. По словам очевидцев, одна шумная компания сначала мирно изображала ковбоев, а затем взяла да и перевернула ни в чем не повинные фигуры с цветами, как говорится, верх ногами. Как сообщили в управлении ЖКХ и благоустройство, цветочные композиции на чебоксарских улицах портят часто, а в дориспарке, к сожалению, это происходит регулярно. С фигурами в виде коров подобное уже во второй раз. Сейчас бюджету города нанесен ущерб в размере около 100 тысяч рублей. И теперь, дабы избежать повторных нарушений, принято решение не устанавливать больше в этом парке контейнеры с цветами. Пока чиновники подбирают новое место жительства для коровок. Хотя, возможно, в этом сезоне от них все же придется отказаться, поскольку запасы цветочной рассады в настоящее время на исходе. В Чувашии приступили к уборке озимых культур. Первыми в поля вышли специалисты Государственного научного института, который расположился в поселке Опытный Цивильского района. К среде обработано 7 гектаров земли и намолочено около 27 тонн зерна. Главная задача хозяйства – как можно скорее завершить уборочную страду. Это поможет избежать потери и ухудшения качества зерна. Как отмечают аграрии, уборка урожая в республике в 2014 году началась на уровне средних многолетних данных. В эти дни к уборке зерновых приступили ряд сельхозорганизаций Яльчикского района. В Ядринском районе уже 40 лет работает музей натурального хозяйства чувашского крестьянина. Его создал еще Аркадий Айдак. Экспозиция настолько уникальна, что ей могут позавидовать и более статусные государственные музеи. Как земляки знаменитого руководителя хозяйства продолжают традиции, узнала наша съемочная группа. Людмила Петрова знает здесь каждый экспонат. За год работы она изучила историю чувашского народа, его традиционные ремесла. Эти платья Людмила вышивала сама, а подушки и ковры на пол принесли другие женщины. Вообще в музее все экспонаты настоящие. Они принадлежали когда-то односельчанам Аркадия Айдака, который стал инициатором появления этого музея в 1984 году. Спустя 10 лет музей получил статус народного. Наш музей возник почти на пустом месте. А сейчас представляет собой полное крестьянское подворье со всеми элементами натурального хозяйства чувашского крестьянина конца 19 и первой половины 20 века. Недавно музей преобразился. Из республиканского бюджета были выделены 958 тысяч рублей на ремонт. Обновили забор, построили курную избу, амбар и лачугу с очагом по старым эскизам. Музей вновь стал популярным туристическим объектом. Сюда недавно заглядывали гости из Нижнего Новгорода и Китая. Приезжают и школьники. Здесь проводятся уроки по культуре и истории родного края. Интересуются процессом приготовления, подготовки конопли и льна. В натуральном хозяйстве все производится собственноручно. Поэтому Людмила Петрова рассказывает и показывает на ткацком станке, как несколько столетий назад изготавливали ткань, какая кухонная утварь хранилась на полках, как растили детей и как варили пиво. Музей не замер в своем развитии. В середине августа здесь планируют открыть ветряную мельницу, а осенью собрать урожай. Даже капусту и картофель хранительница музея выращивает по старым технологиям. Ими пользовались чувашеские крестьяне еще в 19 веке. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Тренажерный зал под открытым небом. Олимпийскую концепцию спорт для всех активно внедряют в Чебоксарах. Открытые спортивные площадки стали появляться в столице еще в 2011 году. На заседании рабочей группы обсуждали вопросы оснащения дворовых территорий города тренажерными площадками. Такие спортивные площадки станут хорошими помощниками для подготовки к сдаче норм ГТО. Запуск программы «Готов к труду и обороне» остро ставит вопросы о площадках для занятий спортом в шаговой доступности. В ходе заседания рабочей группы отмечено, что программа оснащения дворов спортивным оборудованием требует дальнейшего продолжения. Но для того, чтобы тренажеры были пригодны для полноценной физической тренировки, в том числе и для подготовки к сдаче нормативов ГТО, важно расширить комплектацию спортивных площадок. В частности, на каждой площадке помимо тренажеров должны быть турники и брусья. Во дворах сами жители должны определиться, какие приоритеты для них нужны. Но турники практически во всех дворах они востребованы. Давайте вот комплекс тренажеров надо посмотреть, какие мы можем поставить во дворах. Мы говорим, что не обязательно в каждой двор. В каждом микрорайоне, где 3, 4, 5 домов можно объединиться, некоторые дома общий двор имеют. И здесь вот такие комплексы. Если мы говорим, что каждому депутату мы распределяем определенное количество суммы денег на эти деньги, каждый депутат выбирает, что именно нуждается и делает во дворах. А сейчас мы определимся микрорайоном. Пусть она будет дороже, но качественнее. В ближайшей перспективе полноценные спортивные площадки появятся по одной в каждом из районов города. Еще одну демонстрационную планируется оборудовать ко дню города на территории залива. Возможно, новые тренажеры помогут в будущем рождению таких же прославленных спортсменов, как Светлана Захарова. Победительница многих международных марафонов, участница двух Олимпийских игр и по совместительству майор внутренней службы в эти дни представляет Россию и Чувашскую республику на пятых Европейских играх полицейских и пожарных. В Брюсселе Светлана стала первой на дистанциях 805 тысяч метров и полтора километра. За несколько часов до нашего выпуска пришла информация, что спортсменку достоилась четвертая награда высшей пробы в кроссе длиной 7300 метров. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении Чувашия. Я, Александр Базаров, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова